Привет, с тобой Родригес. Практически год назад Sony сообщила нам отличные новости. Мы добавляем поддержку PlayStation 2 игр на PlayStation 4. Многие игроки, как и я, ликовали, ведь нам предложили переиграть старые добрые хиты в 1080p, да еще и с поддержкой трофеев. Как оказалось потом, все не так радужно. Многие игры не получили должной оптимизации, оно и понятно, ведь перед нами по сути были оригинальные PlayStation 2 образы. Да и ценник на тайтлы 10-летней давности переваливает за 15 баксов, что, прямо скажем, немало. Но все равно это был правильный и нужный шаг, особенно учитывая колоссальную библиотеку игр для PlayStation 2, состоящую из огромного количества хитов. Ради этих игр я готов терпеть даже кривую эмуляцию, которая, кстати, хуже, чем ее аналог с PlayStation 3. Чем же хуже? Ну, хотя бы полным отсутствием настроек эмулятора. На PlayStation 3, к примеру, картинку можно принудительно растягивать до 16.9, или включать и отключать сглаживание для тех проектов, в которых это не предусмотрено. Что же мешало людям, отвечающим за софт в PlayStation 4 версии эмулятора, это сделать? Лень? Отсутствие бюджета? Запреты от Sony? Непонятно. Но хватит о плохом. Давайте о самом плохом. Самое плохое это то, что почти за год мы получили менее 30 игр, из которых треть вообще выходила в свое время на персональных компьютерах. Да, линейка тех игр, что сейчас есть, разнообразна, но уж очень сомнительно мне видится ее наполнение. К примеру, тут есть дурацкий Episcope 2, но нет шедеврального Fatal Frame, который, к слову, есть на PlayStation 3. Тут есть средняя по всем меркам головоломка Fantavision про какие-то фейерверки, но нет великолепных Gran Turismo 3 и 4. И посему я запускаю новую серию роликов со скромным названием «Портируйте это немедленно». Каждый выпуск будет содержать пяток отличных игр в своем жанре. Будет содержать сочные нарезки геймплея, записанные лично мной, а также ностальгические сопли и житейские рассказы. В общем, все как вы любите. Итак, дорогие друзья, первый выпуск «Файтинги». Поехали! И первой такой игрой Must Have Fight List является Death Jam – Fight for New York. Ядреная файт-игра от конгломерата Death Jam Recording, которая включает в себя всех звезд хип-хапа, а также популярных на тот момент селебрити. Суровый уличный мордобой, в котором Кармен Электр разбивает голову бутылкой изящной, но сисястой азиатки. В котором еще живого Дэнни Трэха можно выкинуть в окно общаги, а головой Лудакриса помять двери внедорожника. И все это под забористую рыбчину нулевых. Файтинг получился крутым настолько, что сразу стал культовым не только среди фанатов этого направления музыки, но и среди всех, кто любит качественные игры. Ведь помимо солидной графики и глубоких возможностей кастомизации, игра включает в себя еще и прикольный сюжетный режим с возможностью прокачки персонажа, а также мордобой сразу для четырех игроков. Доступный, правда, только мажором с мультитаб-адаптером. Как в Файтинг, конечно же, Death Jam довольно прост. Есть всего два вида ударов – рукой, ногой, а также сильные их вариации. Есть захват, блок и все. Какие-то комбы и прочие суперприемы выполняются элементарно, но выглядит игра местами жестче, чем Mortal Kombat. Этому способствовали впечатляющая графика, а также суровый арсенал приемов, в котором нашлось место этому, этому и даже этому. Добавьте к этому солидный ростер и знаменитостей, несколько действительно разных боевых стилей. Также возможность создать персонажа и получить из себя любимого в компании Метод Мэна в обнимочку с Карман Электрой. Ну и, конечно же, бои бок о бок с другом против команды злодеев под управлением Снуп Дога, и мы получаем первый лютый мастхев более чем достойной реанимации. Yo, Magic, cheer up, man. You lost the ride, but you got yourself a pretty girl. Bloody Roar. Еще одна серия файтингов, которую я очень люблю, и которая канула в небытие. Я познакомился с ней еще в далеком детстве, когда в мои руки попал демо-диск для PlayStation 1. В ней была демка того самого первого Bloody Roar, в которой было всего два персонажа. Волк и Заяц. Прям как спокойной ночи, малыши. Нас в первую очередь впечатлила графика и драйвовый геймплей, и поэтому при каждом следующем путешествии в Ларек за дисками я с вожделением искал эту игру. И в конце концов мне в руки попала вторая часть, которая и стала нашим настольным файтингом. На PlayStation 2 выходили Bloody Roar 3 и Bloody Roar 4. Чем же эти файтинги так круты? Ну, во-первых, персонажи умеют превращаться в животных. И это не те животные, в которые мы с вами превращаемся после четвертого шота. Нет, это самые настоящие волки, зайцы, кошки и даже хамелеоны. Во-вторых, игра выглядит как самый настоящий рай для эпилептика. Такому количеству ярких спецэффектов позавидуют даже крайне гилти гир. И в-третьих, Bloody Roar очень легко и приятно начать играть. Потому что боевая система тут максимально дружелюбна к новичкам, а по нажатию кнопки трансформации вы и вовсе можете почувствовать себя бессмертным. Ведь альтернативная форма, помимо увеличенного в разы хп, еще и добавляет нехилый прирост к скорости ударов, который, по замерам экспертов Роспатрио Файтнадзор, составляет около 47,34%. В остальном же это крепкий и красивый 3D файтинг, в котором потрясающая графика, а миловидный зайчик разрывает глотку человеку-жуку. И все это подзабористый металл, все как я люблю. И Ростер также не может не радовать. Персонажей много, они все интересные и отличаются геймплейно. Что еще надо? Ну конечно же перенести игру на текущее поколение. Я готов кинуть деньги в монитор прямо сейчас. Недавно я рассказывал тебе о свежем King of Fighters 14. Файтинг вышел отличный, и если ты не видел мой обзор, то рекомендую ознакомиться. К чему я это? А к тому, что это не первая игра с 3D моделью серии King of Fighters, и на PS2 было еще два 3D спин-оффа под названием Maximum Impact и Maximum Impact 2, которые хоть и не снискали любви у профессиональных игроков, все равно являются веселыми и приятными играми. Первое, что мне тут нравится, опрятная и сочная картинка. Художники и дизайнеры бережно перенесли все важные детали из 2D в 3D, и все это великолепие заиграло новыми красками. Второе, это обилие простых суперударов, выполнять которые в разы легче, чем в каноничном 2D. Третье, удобство. В Maximum Impact впервые в серии была введена система Easy Combo, которая позволяла новичкам выдавать царские комбинации, нажимая на одну и ту же кнопку. Также меня не может не радовать нативная поддержка 60 кадров в секунду при разрешении 576i. Графически эта часть даже сейчас выглядит более чем достойно. Оно и понятно, Maximum Impact 2 вышел в 2006 году и был проектом на грани поколений. Если у тебя есть PlayStation 2, я рекомендую тебе ознакомиться с ней. Уверен, ты будешь приятно удивлен. Ну а мне лишь остается надеяться, что игру не забудут и добавят таки в библиотеку обратной совместимости. Тем более, что King of Fighters 2000 там уже есть. Ну и раз уж есть зашла о спрайтовых 2D файтингах, я не могу не сказать о двух великолепных играх, которые вышли в расцвет PS2 эпохи. Это Neo Geo Battle Coliseum, а также Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium. Обе эти игры кроссоверы и обе игры предлагают командные бои. Но в Battle Coliseum бои проходят по привычной так схеме, со смены бойца во время боя, а в Capcom vs SNK используется командная схема 3х3, которую можно увидеть в King of Fighters. Чем же примечательны эти игры? Ну во-первых, тут огромный ростер из полюбившихся и узнаваемых персонажей. Все спрайты отлично детализированы и анимированы, также радуют глаз многочисленными спецэффектами. А прекрасные 3D задники по изобретательности переплюнут многие современные игры. Ощущаются оба проекта как стандартные 2D файтинги, и вот только Battle Coliseum больше похож на King of Fighters. Оно и понятно, ведь King of Fighters в свое время и подразумевался как гостевой файтинг для персонажей SNK вселенной. Тогда как Capcom vs SNK напоминает второй и третий Street Fighter, из бойцов которых и состоит практически весь капкомовский ростер. Пусть сейчас тебя не пугает возраст этих игр, они до сих пор держатся бодрячком. А при запуске излучают такую ламповость, что современные переиздания и ремейки просто курят в сторонке. Кстати, Capcom vs SNK сейчас доступна в виде PlayStation 2 классики на PlayStation 3. Ознакомься как-нибудь при случае, если ты, конечно, любишь 2D файтинги. А я буду ждать переноса на PlayStation 4, потому что хороших файтингов много не бывает. Ну и напоследок не могу не сказать о прекрасной серии Guilty Gear, которая хоть и до сих пор цветет и пахнет, а на PlayStation 4 уже есть аж 2 новые части, все равно нуждается в порте классической части серии со спрайтовой рисовкой. Зачем, спросишь ты? Ну хотя бы потому, что в новых играх за кадром осталось больше половины любимых многими бойцов. А еще потому, что в этих играх ну очень красивые спрайты. И пускай в последних частях с внешним видом тоже все очень хорошо, иногда полезно вспомнить, с чего же все это начиналось. И да, внешний старый дизайн Потемкина мне нравится гораздо больше. Пример тоже Guilty Gear Accent Core Plus давно обосновался в PSN и неплохо поживает. И я был бы рад видеть эту игру на текущем поколении консолей. Как ты заметил, я сегодня ничего не говорил про Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur. Все очень просто. Эти игры получили отличные продолжения на PlayStation 3 и на PlayStation 4. Плюс я озвучил свои личные предпочтения, которые конечно же могут отличаться от твоих. Если тебе есть что добавить, милости прошу в комментарии. Также можно оставлять заявки на те игры, которые ты бы хотел увидеть в рубрике. А в следующем выпуске мы поговорим о битамапах, которые в последнее время вообще почти не выходят. А на этом все, но мы не прощаемся. Скоро моему каналу исполнится год, поэтому ты можешь сделать ему простой подарок подписаться. Либо сделать репост любого видео, которое тебе понравилось, если ты уже подписан. Также не забоя ставить лайки и делиться своими впечатлениями в комментариях. Потому что любая положительная активность помогает в продвижении контента. Спасибо, что уделил мне свое время. С тобой был Родригес. Увидимся онлайн. Пока.